Число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань превысило 200 человек. Около 12 тысяч получили телесные повреждения, многие лишились крова. Об этом сообщает на своём веб-сайте Министерство по гражданским делам КНР. Подземные толчки силой 6,6 балла, по другим данным 7,0, произошли утром в субботу в отдалённом горном районе провинции, всего в 200 километрах от той местности, где пять лет назад сильнейшее землетрясение унесло жизни 70 тысяч человек. На этот раз сильно пострадал уезд Лушань, который находится в минутах езды от города Яань. После землетрясения последовало ещё около 1200 авторшоков. Как сообщили китайские государственные СМИ, сычуаньские объекты атомной энергетики не повреждены. Некоторые пострадавшие размещены в палатках Красного Креста рядом с местным спортивным стадионом. Вот в этой, к примеру, живут три семьи, всего 11 человек, многие из них с телесными повреждениями. Но они считают, что по сравнению со многими другими им ещё повезло. «В этой ситуации мы плохо спим, здесь много людей, плохой воздух. Но нам ещё повезло по сравнению с теми семьями, у которых нет палаток для ночлега». Удзиньпин беспокоится, что покинуть эти палатки им придётся не скоро. К слову, многие жертвы сычуаньского землетрясения 2008 года живут во временных жилищах по сей день. «Учитывая то, что наши дома разрушены, в настоящий момент мы понятия не имеем, когда сможем вернуться. Многие из них слишком опасны для проживания, так что не знаем, когда получим возможность покинуть эти палатки». В субботу Япония предложила помощь в спасательных работах. Однако, как сообщает BBC, Пекин отверг этот жест, чем вызвал в свой адрес шквал критики в интернете. Напомним, землетрясение в провинции Сычуань 2008 года раскрыло проблему некачественного строительства школьных зданий. Тогда под их завалами погибли 5000 детей. И критики говорят, если бы здания соответствовали строительным нормам, таких жертв бы не было. При этом местные жители говорят также, что власти не дали им возможности провести независимые подсчёты числа жертв и масштабов ущерба.